Всем привет! На связи спортивная игровая канал РСФПС. Но сегодня у нас будет не игрульки, а реальная жизнь. Ну и перед началом, вы уже догадались, наверное, что он сегодня будет по названию. Нужно сказать, что все совпадения случайны, все персонажи вымышлены. Автор ничего не пропагандирует и не рекомендует вам так делать. Помните, что у вас своя голова есть на плечах, и вы сами решаете, как вам поступить, что делать. Это было необходимо. Ну и как все было? Зашли мы с братом в магазин купить водички, он просто пить очень хотел. Взяли воду, подошли на кассу. Кассир просто сказал, что не будет нам продавать. Я отсылаюсь на непонятный масочный режим, на постановление главы нашей республики Удмуртии. Вы можете погуглить, кстати, и проверить, есть ли там печать или подпись. Вот. Все. В принципе, мы с вами начинаем. Я все, что нужно, сказал. Поехали. Может, какие-нибудь комментарии походу буду давать. Все. Слушай. У вас правила внутренние магазины или что? Вы не на закон никакой, ничего не ссылаетесь. Правила магазина, что вы знали, они для работников. Тут люди отказываются одевать маску, говорят, что я не права, что я заставляю одевать маску. Здравствуйте. Мы не говорим, что... Подождите, давайте я вам объясню. Вы нам не разрешаете продавать или что? Есть маски. Вы нарушаете договор публичной оферты или что? Есть один закон. А есть закон о защите прав потребителей федеральной. Не слышали о таком? Вы работаете в торговле, вы директор, и вы не слышали о таком законе? Пожалуйста, учите вас. Нет. Штраф от 10 на 15 тысяч на продавание директора. Нет, ни для кого, никого не штрафуют, не бойтесь. Правда? Да. В курсе, что уже субъектное дело, смотрим. Очень хорошо брать себе ответственность, не продавая товар, ссылаясь на какое-то одно дело. У нас в республике больше миллиона жителей ссылается на одно. Слушаем дальше. И что? На продавцент. Откружившего покупателя. Так это показательные казни называются. Не слышали о таком? Почему ты мне? Так нужно маску купить? Нет, не трудно. Это нарушает мое честь и достоинство. Ну блин, ну надень маску. В чем проблема надеть маску? Ну надень, и мы тебе продадим. Ну надень. У меня ребенок сейчас врачожда умрет. Мы вас не оскорбляем. Мы вас не оскорбляем. У меня там ребенок. Брат имеется в виду, реально мог. А вот представьте, а что было бы, если бы ему стало плохо? На улице плюс 30. Кто бы за это отвечал? Ой, ну я не знаю, как это дальше комментировать. Ну и второе. Мы не оскорбляем. Ну естественно вы не оскорбляете. Вы занимаете дискриминацией. То есть в масках продадим, без маски не продадим. Белым продадим. Черным. Ну идите вы черные обезьяны куда-нибудь туда дальше. Ну это вот вообще нормально, нет? Мы просим надеть маску. Вот именно что просите. Вы не можете мне приказать ничего сделать. В общем суть. Они понимают, что спорить со мной бесполезно. Ну так как, ну сами понимаете, батя в магазин пришел. Как с ним можно спорить, да? Ну они просто хотят уговорить меня надеть маску. Ну чтобы там якобы им штраф не платили. А они не понимают, что им штраф, ну 30-очка может прилететь за то, что они не оплачивают мне. Ну, круто, круто. Ну вот вам нравится одевать маску, вы одеваете. А нам, по сути, здесь почему я должен идти в ту пятерочку? Почему не будете? Я буду вам продавать без маски. Извиняюсь за такой акцент. Вот. Ну я и сказал перед всем этим разговором, то что вот примерно в одном километре от нас, на улице Советской, и в магните, и в пятерочке спокойно продают без масок. Ну там у них тоже нарезан, но они нам не в тюки ведут эти всякие. А вдруг вы там какие-нибудь бациллы занесли, вот они там какие-то марли, тряпочки нарезают, типа наденьте маску. Ну там какие-то, ну типа ваты там что-то у них, я не знаю. А вдруг они своими коронавирусными руками туда залезут? Или у них руки грязные? А вдруг какие-нибудь бациллы нам занесут? Вот они думают головой вообще или нет? Чё они делают? Ой, так вот сейчас дорожка идёт. Раз, два, три, и идёт дальше. Хочу сказать про барабанную дробь. О да, этот волшебный звук, из-за которого я припирался с продавцом пять минут или, ну, чуть больше. Вы же директор, да? Вход без маски запрещен вообще в магазине. Ну она головой думает вообще? Вход без маски запрещен. Вообще-то. Голову включи, женщина. Если ему уже зашли без маски, и ты нам продала без маски, зачем уже после того, как проиграла войну, чё-то там вякать начинать? Я не понимаю. Да, всё, прошла оплата. В чём во всем? Прошла оплата? Магазин. Всё, хорошо. Вы доросли до директора и не прочитали закон о защите прав потребителей. Давайте не будем тут все умные не быть. Не забываем, что мы живём, ну, якобы в правовом государстве по бумаге. По крайней мере, ещё по бумаге. Вот. И мы все являемся потребителями. Мы потребляем продукцию, которую нам предлагают. И человек, который, ну, я не знаю, каким он местом там до директора дорос, но он дорос. И за какие-то заслуги, естественно. Но точно не за знание закона о защите прав потребителей. Я не знаю, может, хорошо бы просрочка барыжила. Я не знаю. Вот. Ну, по крайней мере, точно закон она не читала. Угу. Закон для всех един. Выше постановление по обмузыке. Маточный режим. Там ни печати, ни подписи нету. Всё. Я купил. Всё. До свидания. А есть федеральный закон о защите прав потребителей. Он выше, чем ваше постановление. Вернёмся к тому, что она сказала, что, во-первых, закон един. Ну, все здравомыслящие люди понимают, что закон не един. Он един только на бумаге. Это раз. Второе. Она ссылается на постановление, где нет подписи и заверяющие её печати. То есть, я тоже могу на заборе там что-нибудь написать, что, значит, масочный режим отменяется. И что, все маски, что ли, снимут? Нет. Вот. Это второе. Третье. Она ссылается на какие-то там внутренние... А, распоряжение свыше. Распоряжение свыше. Оно может действовать только вот на магазин. Если вот тебе сказали, надевай маску, когда обслуживаешь. Вот ты и надевай. А четвёртое. Раз уж у нас закон для всех един, то по логике получается, что и закон о защите прав потребителей, который федеральный, который... Вот. Значит, у нас идёт конституция, потом федеральный конституционный закон или конституционный федеральный уже не помню, там одно и то же, в принципе. Потом федеральные, потом уже только региональные и... Ну, потом там местные уже чуть-чуть и они уже вообще там только на города, там на сёла, вот это всё такое. Вот. То есть федеральный и региональный. Федеральный вообще клал там, что федеральные говорят. Вот. Этот закон ещё о защите прав потребителей, он ещё Ельцин его там издавал. Вот. Поэтому я не знаю. Ну, самое главное, самое главное, мне не удалось... Ну, я остался при своём, она осталась при своём. Следовательно, ну, естественно, вот, хоть мне и продали, но какой-нибудь другой, вот, без такого, без подвешенного языка, он просто наденит эту маску, а вдруг там какой-нибудь вирус они занесли, допустим, или что-нибудь. Я не знаю, я предполагаю. Вот. Ну и что ещё я там хотел сказать? Вот. Я, мне не удалось её переубедить. Я уже сказал, она так же будет всё это действовать. Вот. Я как исключение только. Вот. Она уже не стала со мной, она поняла. Вот, она не смогла какого-то там пацана, которому всего лишь 18 лет, ей там за 50, не смогла не переговорить ничего. На секундочку, я не прочитал до конца ни одного закона, ни одного. Вот так вот, не зная ни одного закона, я смог их навертеть. А что, если бы было без, я знал, по крайней мере, базовый закон, то есть гражданский кодекс, трудовой, процессуальный, там, и остальные, ну и защитие прав потребителей, то есть основные. Что бы это было бы? Вот. Догадки свои пишите в комментариях. Ну и все, концовка ролика, уже там три минуты дослушаем, и все, а я с вами прощаюсь. Ребята, вот такое происходит в Сарапуле в пятерочке этого там где-то запись от сегодняшнего дня. Сегодня у нас какое число? А, не будешь говорить? Ну ладно, сегодня у нас 3 июня. Ой, не знаю, может опубликую это все дело. Снимать уж не стал, потому что они бы там забыковали сразу. А на диктофончик так чисто. Тем более, статья 29, пункт 4. Откройте Конституцию и прочитайте. Там, в общем, не разрешено фиксировать информацию. Вот. Потом, вот я сейчас опишу вам все это дело. Я не буду вам продавать у нас внутренние правила. Но это не вошло в запись. Я уже начал запись вести, когда там директор подошла такая мощная женщина. Вот. Все. Единый закон для всех. Масочный режим. Какой масочный режим? У нас закон о масочном режиме нет. Они ссылаются на постановления, которые не подписаны. У нас в Удмуртии Бричалов он не подписал. Печатник поставил. Все. А вот есть закон о защите прав потребителей. Федеральный. Он выше, чем региональный. Директор, который, ну, работник, пятерочки, которая доросла до директора. Я не знаю, как она попала на верную через вот. Я не знаю, как она туда попала, но, блин, работать в торговле и не знать закон о защите прав потребителей, нарушая публичную оферту, я не знаю, что такое. Ну, кто знает, вот пишите в комментариях, я был прав или не прав. Короче, вот у меня ребенок тут от жажды чуть не опух, вот, поэтому, в общем, я надавил, так сказать, батя, да, вот, и мне продали. Все, Найс. А, еще сказали, что у нас масочный режим, вот, вход без маски запрещен. Я им сказал, вот, в советской, на советской улице там и пятерочка, и мы где там, спокойно все продают, никого еще не нарушили. Она говорит, типа, а вон там вот в Ижевске кого-то там оштрафовали и все такое. Ну, это понятно, они делают показательные штрафы, на самом деле, по-любому перечисляют обратно деньги тем, кого они оштрафовали сто процентов. Как показательные, чтобы все надевали маски, как рабы. Ну, и, ребят, пишите в комментах. А, кстати, под конец хотел сказать, что я вас ни к чему не призываю, а то, мало ли, скажут там, ну, то, что вот, качают права там, все дела, сейчас портфель закроем. Закрой мне портфель. Вот. Капец. Что? Давай, давай, работай. Ну, ладно. Я ни к чему не призываю, даже не рекомендую так делать, ну, мало ли, если вы захотите, то сами вы можете это все сделать. Это я вот для себя ответственность снимаю, что я не рекомендую, еще вам такого не говорю, то, что вот так нужно делать. У вас своя голова на плечах. Для начала ознакомьтесь документально с этими постановлениями. Вот, я даже ссылку оставлю на официальный сайт ish.ru, сайт Ижевска, там все, по-моему, их уже 20 документов, читайте последний. Там вот одно постановление, там его раз 15 сменяли уже, и поэтому читайте последний, там со всеми поправками. Но я вам сразу скажу, что там ни подписи, ни печати не будет. Ни подписи причалово, ни заверяющие ее печати. Вот. А если нет, то все. Я тоже могу у себя, например, на бумаге написать, я там РУСВФПС желаю, чтобы все телки России ходили голыми передо мной. Значит, напишу РУСВФПС, поставлю подпись и напишу, нарисую герб. Печать герба рома. Вот даже моя бумажка, она будет круче, чем постановление причалово, которое он не прописал. Дайте. Ладно, не хочет, он там воду пьет просто, пить хочет. Все, ну вот, такое аудио. У нас 7 минут, 6 секунд. Напоследок что-то надо сказать, наверное, да? Вот. Всегда нужно отстаивать свои права, а то вот нас всех чупируют. А, ладно, я уже прикалываюсь. Это так, ну все. Что, можем все пока? Что там, собака уже? За нами выехали, пацаны, все, мы скрываемся. Ну и напоследок лайк, репост, колокольчик, что еще? Ну, подписка, потому что без подписки колокольчика не будет. Вот, ну, с вами был УСФПС, надеюсь, больше таких видео я выкладывать не буду. Вот, это как крик души был. Ну все, ребят, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры!